Сегодня поговорим про контролера. Важно понимать, что такой принцип всегда есть. То, что может быть не сделано, будет не сделано. Это не потому, что там сотрудники какие-то раздолбай или плохие люди. Просто так устроены все. И когда есть такой бизнес-процесс, где ты не можешь что-то не делать, то тогда ты делаешь. И в самом деле я и, я уверен, многие люди, то, что можно не сделать или отложить, это будет не сделано. Поэтому важно просто это понимать. Поэтому он должен быть такой в компании, как контролер. Своего рода такая сигнализация, маячок, который будет вам об этом сигнализировать. То есть если у вас там есть твердые такие договоренности записанные, что, например, до 10 вечера должен быть отчет или до 9 утра, он потом просто будет сигнализировать. И важно, чтобы в компании тоже знали, что просто есть такой сотрудник, есть такая функция в компании, как контроль. Поэтому если у вас небольшая компания, либо есть в подчинении 2-3 сотрудника, то уже нужно внедрять контролера, потому что основная его задача – это контролировать договоренности, все, что сделано, и второе – что и когда должно быть сделано. То есть, по сути, облегчать вашу работу, снимать с вас нагрузки. Потому что, допустим, собственник или руководитель, он на собрании должен заниматься тем, чтобы анализировать информацию, вдохновлять людей, анализировать их идеи, конверсию этих идей. Потому что бывает, что человек предлагает много идей, а по факту они нереализуемы. Либо, когда начинаешь уже разбираться, давай вот эту идею возьмем, кто, что, как должен делать. И контролер должен это фиксировать в себе договоренности, чтобы это было на бумаге. Поэтому он должен присутствовать там на всех совещаниях, либо онлайн. Если, например, сотрудник что-то забыл вам, не знаю, принести или какой-то отчет важный, то, конечно, он в этом виноват, что, ну да, косяк забыл. Но больше виноват контролер, потому что основная его функция – это как раз контролировать. То есть это не какой-то злостный или там нелюбимый сотрудник всей команды. Просто это нужно донести, что вот этот человек просто контролирует. То есть когда у тебя есть там CRM-система, это же просто инструмент. То есть контролер – это тоже своего рода инструмент. Важно, чтобы все это понимали и жили дружно. Продолжение следует...